Друзья, и сегодня мы вернемся опять к теме кожного зрения. В последнем моем ролике меня упрекают, за последний ролик меня упрекают в том, что возможно я подсматривала глазами и нет тут никакого эффекта кожного зрения, и все это я придумала себе сама. Поэтому я решила повторить эксперимент с картами. Я вам говорила, это карты нарбековские. Здесь есть черные и белые. Они перемешаны между собой. Они одинаковые по качеству. Ну вот в произвольном порядке. Как-то здесь лучше видно. Вот так. Лежат они в произвольном порядке. Я буду класть их перед собой. У меня будут завязанные глаза. И в конце ролика мы разберем, что же все-таки я делаю. Вот колода карт. Вот я ее перемешиваю, перетасовываю. Я не знаю, где черные. Я не знаю, где белые. Я не знаю, какая из них будет лежать первая, какая из них будет лежать последняя, какая из них будет лежать в какой очередности в середине. Я беру шелковый платок, шаль, шаль. И завязываю себе глаза. Я их не только завязываю, я их еще и закрываю, господа. Когда я с закрытыми глазами, мне удобнее. Мне удобнее чувствовать. Меня ничто не отвлекает из внешнего мира. И самое сложное, вот на этом этапе сейчас, могу сразу начать давать пояснение. Самое сложное, вот я не вижу глаза, закрыты под шалью. Даже если я захочу их открыть, я не могу, потому что они сдавлены. Самое сложное, ну, распознать самые первые карты. Какие из них черные, какие белые. Если я их уже распознала, то дальше мне легче. Я буду раскладывать в две стопочки. Черное. Белое. Черное. Белое. Белое. Сейчас надо настроиться. Белое. 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 Чёрное. Чёрное. Белое. 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 Чёрное. 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 Белое. 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 белая белая черная 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 ум сбивает, хочется сказать белая, очень много черных прошло но чувства, они же не врут черная белая нет обратной связи, тяжелее на порядок, тяжелее без обратной связи белая 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 черная белая черная белая 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 черная белая черная белая белая черная 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 белая черная Черная Белая Черная Итак, я открываю глаза и смотрим, что у нас получилось Итак, господа Сто процентный результат Да? Круто Мне самой нравится Так что же это было? Так что же это было? Это Вхождение в определенное Измененное состояние сознания Но я вхожу в него сейчас Вот именно в это состояние, на якоре В это время у меня действительно повышенная чувствительность Тактильная Я чувствую руками Я чувствую цвет руками На самом деле черные и белые цвета различать легко Это может абсолютно каждый человек Это всего лишь тренировка Гораздо сложнее, например, отличить оранжевый от красного Или желтый от оранжевого Желтый с красным уже они различаются А вот эти переходные тона Значительно сложнее Значительно сложнее отличить, например, фиолетовый от белого Они тоже идентично чувствуются То есть есть цвета, которые вызывают тактильно очень близкие ощущения При всем том, что черные и белые Они вызывают противоположные ощущения Один выталкивает, другой всасывает И разница настолько диагонально противоположна Что тактильно их различать достаточно легко Всего лишь тренировка Всего лишь тренировка Но дело в том, что что такое развитый спектр тактильной чувствительности Это значит, вы можете чувствовать и событийный ряд Вы можете чувствовать какие-то моменты, которые возникнут у вас в жизни И главное научиться в теле снимать те ощущения Которые вас приведут к тому или иному заключению Например, что у вас положительно разовьются события Отрицательно Будет у вас доход или вы попадете в какие-то минусы И так далее Очень много в жизни ситуаций Имеет вам смысл ехать или не имеет Будет ли по дороге неприятная ситуация Непредвиденная или не будет На эту тему есть еще много дополнительных техник Как снять информацию Например, трасса будет безопасной или небезопасной Как снять информацию Будут у вас проблемы с ГАИ или не будут Как решиться тот или иной вопрос И так далее Есть техники, которые необходимы Как отражение вашей интуиции Которые отражают то, что вам бессознательное хочет сказать Они все идут чаще всего по тактильному каналу Иногда по визуальному Иногда по аудиальному Но вы получаете эту информацию из себя Неоткуда-то снаружи Итак, дорогие друзья Вот всему этому можно натренироваться Это всего лишь результат развития тактильной чувствительности Я еще раз это повторяю Нету здесь магических сверхспособностей Но дело в том, что если я не договорю до конца То это будет тоже ложь Потому что кроме того, что развивается тактильная чувствительность Конечно же, есть погружение в измененное состояние сознания И, конечно же, есть режимы торможения мозга На определенной якоре И, конечно же, есть определенное состояние внутреннее Так вот, внутреннее состояние Для того, чтобы вы имели доступ к информации Обязательно надо удерживать от любви и выше Чем выше вы можете поднять состояние Тем больше вы, в принципе, можете И вот когда мы уже заведем речь о состояниях, о внутренних И о том, что информацией вы сможете пользоваться от любви и выше То тогда имеет смысл сразу поставить вопрос о духовности Потому что на сегодняшний день Экстрасенсы — это какие-то чучундры Которые ползают на каких-то низких частотах И изображают из себя разъяренных, злых, обиженных и так далее Так вот, в этих состояниях доступ к информации отсутствует Вот когда экстрасенс ходит и ржет Я понимаю, это у него шанс есть на то, что он получит информацию Когда экстрасенс находится в благостном состоянии Либо в экстатическом каком-то состоянии Любви, восторга, благодарности и так далее Я понимаю, у него есть доступ к информации Но когда он сидит на низкочастотном состоянии Вспоминаем шкалу Хокинса «Доступ к информации» Ну, извините, есть какой-то опыт Есть подсказки карта, рун, еще чего-то То есть это все костыли, да? Помощники в том, чтобы чувствовать, снимать информацию и так далее Но прямой доступ к бессознательному, к своему подсознанию Мы имеем только через состояние любви И состояние стабильности и искренности Что такое стабильность? Это гармоничное состояние, когда ваша программа ума не включается Когда она вас не вытергивает на какие-то проблемы То есть у вас материальный мир гармонично устроен У вас все в порядке с семьей, с детьми, с доходами, с недвижимостью С поездками, путешествиями и так далее Нет параметров жизни ненужных Все параметры жизни нужны И вот когда эти параметры выстроены в гармонии И вы находитесь в гармонии То программа ума не включается И тогда вы можете слышать себя И можете получать информацию из своего подсознания Понимаете, все на самом деле очень-очень просто Быть самим собой, в гармонии с собой и окружающим миром Признавать материальное точно так же, как и нематериальное Пользоваться объективным восприятием точно так же, как и субъективным восприятием Это ваш выбор, это ваша игра Игра под названием жизнь И в этой игре вы можете Хотите чувствовать кожей, вы будете чувствовать кожей Хотите снимать информацию Позже я еще запишу ролики, как снимать информацию, например, с мобильного телефона Еще, 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 посмотрим, как будет желание Так вот, здесь можно использовать опять-таки кинестетический канал И тогда будет не прямая тактильная чувствительность работать Но по этому же каналу все равно сигналы информационные попадают к вам в мозг И мозг вам выдает правильную дешифровку информации Что это о том, о том и о том И вы это знаете Вы это просто знаете и вы этим пользуетесь в жизни И не важно, пользуетесь вы этим в бизнесе Или пользуетесь выстраиванием отношений и так далее И видите ли, еще один ключик дам Дело в том, что все манипулятивные техники Там, где вы, не вы А некая субличность или ложная обертка вас Все манипулятивные техники в таком случае бессмысленны Потому что вот эти вещи работают только на искренности Там, где человек есть тот, кто он есть Ну, на сегодня все, спасибо за внимание С вами была я, Наталья Зайцева Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok